«А я не понимаю, на что ты рассчитывала?» — ухмылялся Геннадий Иванович, когда жена заявила свои права на квартиру. «Или ты думала, что я добровольно от своей доли откажусь? С какой такой стати? Ты решила со мной развестись, а я тебе ещё и что-то должен?» Потрясающая логика, просто нет слов. Отношения Геннадия Ивановича и Ирины уже давно скрипели по швам. В последние несколько лет мужчина стал просто невыносимым. У него настолько сильно испортился характер, что периодически Ирина даже боялась находиться с ним под одной крышей. Женщина не понимала, что случилось с мужем, с чего вдруг он ни с того ни с сего начал её унижать. В начале совместной жизни у них не было никаких проблем в отношениях. Супруги любили друг друга, и даже разница в возрасте не мешала им наслаждаться семейным счастьем. Но со временем всё изменилось, и Ирина даже не заметила, когда именно это произошло и с чего всё началось. Геннадий Иванович начал попрекать жену тем, что она ничего не делает, хотя изначально он сам этого хотел. Но, как оказалось, мужчина вовсе не то имел в виду, когда много лет назад уговаривал Ирину бросить учёбу и работу и посвятить себя семье. «Я-то думал, что у нас будет много детишек?» – рассуждал мужчина, когда в очередной раз ругался с женой. «А у нас что? Полинка скоро вырастет, и что у нас останется?» «Да ничего. С одним ребёнком можно что угодно совмещать. И работу, и учёбу, и всё на свете. Поэтому я искренне не понимаю, почему ты до сих пор сидишь на моей шее». Финансовое положение Геннадия Ивановича позволяло ему обеспечить хоть пять семей. Но мужчина всё чаще стал обращать внимание на жён своих бизнес-партнёров. Они постоянно были чем-то заняты, регулярно посещали светские мероприятия, занимались бизнесом. Разумеется, свои салоны красоты и студии танцев женщины открывали на деньги мужей. Но они делали хоть что-то. А Ирина целиком и полностью была сосредоточена на доме и единственной дочери, что со временем стала выводить Геннадия Ивановича из себя. Со временем скандалы в семье стали нормой. Бывало даже такое, что чуть не доходило до рукоприкладства. Но Геннадий Иванович сдерживал себя из последних сил, чтобы не нажить лишних проблем. Всё-таки репутация среди бизнес-партнёров и друзей дорогого стоила. А кто же подаст руку мужчине, который посмел её поднять на свою жену? Ирина терпела из последних сил. Она понимала, что уйти от мужа будет очень нелегко. Да и куда ей идти? За долгие годы совместной жизни у женщины не было абсолютно ничего. Только часть той квартиры, в которой они проживали совместно с Геннадием. И то Ирине с барабанным боем удалось убедить мужа в том, чтобы он хотя бы половину жилья записал на неё при покупке. Все остальные его активы были оформлены на маму, которая в случае чего делиться с невесткой явно не собиралась. «А вдруг с тобой что-нибудь случится?» – рассуждала Ирина, убеждая мужа в том, что у неё и дочери должно быть хоть что-нибудь. «Не дай бог, конечно, но ты же сам понимаешь, что в жизни бывает всякое. Мы с Полинкой вообще безо всего останемся». Со скрипом сердца Геннадий Иванович оформил половину квартиры на жену, но регулярно попрекал её этим. Возможно, что Ирина так бы и не решилась на развод и дальше бы терпела наглого агрессивного мужа, если бы его поведение не выходило за рамки дозволенного. Но в последнее время Геннадий Иванович вообще озверел. Домой возвращался за полночь, если вообще возвращался. Бывало и такое, что мужчина сутками где-то пропадал и даже не считал нужным объясниться с женой. «Бог бы с ним, она бы всё это стерпела, если бы он не устраивал скандалы». Ирина неоднократно пыталась поговорить с мужем, но все сказанные ею слова и уговоры были для Геннадия Ивановича как об стенку горох. «Ребёнок всё это видит», — причитала Ирина. «Она нервничает, переживает. Я же у тебя ничего не прошу, просто веди себя, пожалуйста, прилично. Если хочешь, ты вообще можешь даже с нами не жить, но дочь-то ни в чём не виновата. Почему она должна терпеть все твои выходки? Как хочу, так и живу», — огрызался Геннадий Иванович. «Ты меня ещё жизни попробуй поучить. Это моя квартира, я хозяин в доме. Когда хочу, тогда и прихожу, и ты мне не указ. И вообще не лезла бы ты на рожон. Я же ведь тоже не железный, могу и сорваться». Дожидаться этого момента Ирина не хотела, поэтому приняла непростое для себя решение, которое муж, естественно, воспринял в штыки. Геннадий Иванович никак не ожидал, что Ирина решится на развод. Он был уверен в том, что может сколько угодно продолжать безобразно себя вести, и ему за это ничего не будет. «На алименты тоже можешь не рассчитывать», — рявкнул он, когда закончил скандалить с женой по поводу предстоящего развода. «Я тебе ни копейки не дам, померу, тебя пущу. И дочь тоже заберу, так и знай. И что удумала?» «Развестись она со мной решила. Да я дал тебе всё, абсолютно всё. Ты без меня вообще никто, и звать тебя никак. Кем бы ты была, если бы не вышла за меня замуж?» Отчасти он был прав, и Ирина это понимала. Впервые за долгое время женщина осознала, насколько сильно ошибалась, когда отказалась от учёбы и карьерных амбиций в угоду семье. Она ведь тоже думала, что у них с Геннадием будет большая семья, и дети, и домашние заботы, и хлопоты займут всё её свободное время. Но у Ирины было не настолько крепкое здоровье, чтобы стать многодетной матерью. И это не могло не расстраивать Геннадия Викторовича, который мечтал о том, что его жена будет настоящей хранительницей домашнего очага. Все его мечты рухнули, когда мужчина понял, что детей в семье больше явно не предвидится. И вместо многодетной матери он содержит женщину, которая, по его мнению, вообще не напрягается. Ведь с одним ребёнком может управиться любой человек безо всяких проблем. Ирину тоже постепенно разочаровывал брак. Когда она выходила замуж, уж точно не могла подумать, что всё так обернётся. В своих воспоминаниях женщина всё чаще возвращалась к тем временам, когда их отношения только начинались. В её памяти всплывали те счастливые моменты, когда Геннадий Иванович был заботливым и обходительным. Собственно говоря, именно этим он и покорил сердце девушки, с которой его разделяла весьма внушительная разница в возрасте. Ирина была уверена, что они проведут вместе долгую и счастливую жизнь, так как их лодка любви просто не могла разбиться о нищету и быт. К моменту знакомства с Ириной Геннадий Иванович был уже весьма состоятельным человеком. Женщина всегда мечтала о таком муже, который умеет зарабатывать деньги и способен заботиться о семье. Ирина хотела быть за ним, как за каменной стеной, и даже предположить не могла, чем обернётся её желание. А теперь бедной женщине ничего не оставалось, кроме как пожинать плоды своей наивности и беспечности. Отступаться от квартиры Геннадий Иванович не собирался. Он настаивал на том, чтобы Ирина либо совсем покинула жилплощадь, либо ютилась на своей половине. Свою же комнату вместе с частью мест общего пользования Геннадий Иванович собирался сдать в аренду. И как Ирина не пыталась вразумить мужчину, он твёрдо стоял на своём и был непоколебим. «Ты хочешь впустить в квартиру, где живёт твоя дочь, посторонних людей?» – спросила Ирина, которая была возмущена планами супруга. «А ты не думаешь о том, что это небезопасно? Я понимаю, что ты меня ненавидишь и хочешь отыграться на мне по полной программе. Но Полина-то здесь при чём? Она должна будет жить под одной крышей с чужими людьми? Ты считаешь, что это нормально?» «А ты меня дочерью не тыкай», – отвечал Геннадий Иванович. «Она уже не детём Алоя, а вполне взрослая девочка. И ничего страшного в том, что у вас будут соседи, нет. А что я, по-твоему, должен делать? Терять деньги?» «Да у тебя денег куры не клюют», – восклицала Ирина. «Ты можешь пять жизней безбедно прожить. Постыдился бы. У жены и дочери последнее отжимать. Только представь себе, как твоё поведение выглядит со стороны. Да просто отвратительно. Ни один нормальный мужчина бы так не поступил. Из-за каких-то копеек впускать в дом чужих людей, от которых ещё неизвестно, чего можно ожидать?» «Из-за копеек», – ухмыльнулся Геннадий Иванович. «Ты говоришь, мол, из-за копеек. Сама ты ни рубля не заработала. А как чужие деньги считать, так это всегда пожалуйста. Если ты не забыла, то эту квартиру купил я на свои кровно заработанные деньги. Тебе достался от неё кусок только из-за Полинки. И то только благодаря тому, что я на это согласился. Хотя теперь понимаю, что зря это сделал. Это была огромная глупость с моей стороны. И ты мне будешь ещё указывать, как мне распоряжаться своим же собственным имуществом? Ты это серьёзно? Ничего не перепутала? Я как-нибудь сам разберусь. А на твоём месте я бы уехал и снял себе жильё. Хотя бы на первое время. Потому что должен тебя предупредить, ваши с Полиной будущие соседи вряд ли тебе понравятся. Конечно, я по-прежнему убеждён в том, что ничего страшного в их присутствии в квартире нет. Но ужиться вам будет очень тяжело. Я тебя об этом просто предупреждаю. Так сказать, по-дружески. И по старой памяти. Всё-таки мы не чужие друг другу люди. И мне бы очень не хотелось, чтобы ты попала в какую-нибудь неприятную ситуацию. Сначала Ирина не поняла, что муж имел в виду. Но когда на пороге квартиры встала толпа мужиков с вещами, до женщины наконец-то дошло, о чём шла речь. — Вы кто? — удивлённо спросила она, хотя и без их ответа догадывалась, кто их прислал и зачем они пришли. — И откуда у вас ключи? — А нам Геннадий Иванович комнату сдал, — ухмыльнулся один из незваных гостей. — Теперь вот здесь у вас жить будем. Приятно познакомиться, соседка. Оттолкнув Ирину от двери, здоровенный амбал в наглую пошёл бродить по квартире. Мужчина ходил и ходил туда-сюда, пока не осмотрел всё. — А у вас тут ничего, — улыбнулся он. — А за такие деньги так вообще вполне приличная хата, — радостно закивал головой другой. — Ладно, хозяйка, показывай, какая комната наша. Пойдём размещаться, а то ещё Санёк должен подъехать. Ирина была в шоке от такой наглости. Женщина не ожидала, что её бывший муж окажется таким подонком. Да как ему вообще совести хватило сдать комнату толпе мужиков? Ладно, её судьба Геннадию Ивановичу абсолютно безразлична. А как же Полина? Она теперь что, должна жить среди этой своры гопников? Эти вопросы Ирина и задала бывшему мужу, когда позвонила ему. Но в ответ Геннадий Иванович лишь усмехнулся. — А как ты хотела? — спросил он. — Я тебя предупреждал и говорил о том, что лучше бы ты сама убралась из квартиры, как говорится, по-добру, по-здорову. Но ты же не захотела этого сделать, заортачилась. Вот теперь пожинай плоды. Я не понимаю, а что тебя не устраивает? По-моему, прекрасная компания для ещё относительно молодой и разведённой женщины. Если будешь хорошо их обслуживать, то они тебя не тронут. А там, гляди, может, и глаз на кого положишь, найдёшь себе нового мужа взамен утраченного. Геннадий Иванович зловеще расхохотался, отчего Ириня стала не по себе. В тот момент она испытала к нему настолько сильное отвращение, что невольно задалась вопросом, как она вообще могла связать свою жизнь с таким человеком. Такая мысль возникла в её голове впервые за долгие годы. Женщина на собственном горьком опыте убедилась в том, насколько коварными и непредсказуемыми бывают мужчины. Особенно в тех ситуациях, когда что-то идёт не так, как им бы того хотелось. Ирина понимала, что Геннадий Иванович, что называется, отрывается на ней по полной программе за то, что она его бросила. Элементарно мстит. Вот если бы он сам решил разойтись, то всё было бы совершенно по-другому. Вполне возможно, что мужчина с барского плеча даже оставил бы жене и дочери квартиру и согласился бы платить алименты. Но он бы никогда не решил развестись. Ему это было просто не нужно. Жена была удобной мишенью для слива негативных эмоций. Кроме того, Ирина целиком и полностью зависела от него. Она была удобной во всех смыслах. И от развода с ней Геннадию Ивановичу не было ни холодно, ни жарко. Мужчине было всё равно. Но добровольно с такой девочкой для битья расстанется только дурак. Кого же он будет унижать? Попрекать куском хлеба и крышей над головой? На ком вымещать свою злость? Не на ком. И поэтому Ирина была ему всё-таки нужна. А инициированный ею развод очень сильно разозлил Геннадия Ивановича. И мужчина был готов абсолютно на всё, лишь бы ей отомстить. Даже на самую мерзкую подлость. До дочери мужчине не было абсолютно никакого дела. Он о ней вообще не думал. Единственная мысль, которая крутилась в его голове, как отомстить жене и сделать её жизнь невыносимой. С жильцами, которых мужчина подселил к Ирине в квартиру, он обо всём договорился заранее. Геннадий Иванович нашёл их по интернету и готов был сдать им комнату за сущие копейки. «Но только при одном условии», — сказал он. «В целом мужиков всё устраивало. Снять такую жилплощадь за такие деньги было просто невозможно. Они считали, что им очень повезло, поэтому они с лёгкостью согласились выполнить то условие, которое им выдвинул Геннадий Иванович. «Всё сделаем в лучшем виде», — заверили мужики. «Можете не переживать». Их главная задача заключалась в том, чтобы постепенно изводить Ирину. Но переходить грань дозволенного Геннадий Иванович им строго-настрого запретил. Им это было и не нужно. Мужики не собирались нарушать закон и вписываться в криминальные истории. А вот за то, что хозяин не только предоставил им возможность устраивать посиделки в арендуемом жилье, но и попросил делать это как можно чаще, мужики были очень благодарны. До этого момента они тоже снимали комнату целой толпой. Что поделать, когда зарплаты не хватает даже на то, чтобы оплатить приличное жильё? Приходится как-то крутиться. Но только на предыдущем месте жительства вся честная компания вела себя тише воды ниже травы. Хозяйка квартиры была очень строгой женщиной и не только контролировала жильцов, чтобы те не устраивали никаких пьянок, а ещё и каждую неделю приезжала проверять порядок. Теперь же мужики наконец-то могли в полной мере насладиться свободой. В тот же день, едва они успели разобрать вещи, сразу же уселись на кухне с бутылочкой горючего. «Где там Санёк-то шляется?» спросил Лёха у Миши, так и не дозвонившись до друга. «Мы тут новую хату уже обмывать сели, а его всё нет и нет. Что это вообще такое? Никакого уважения к друзьям». «Но мы же не можем начать без Санька», вздохнул Михаил, желудок которого уже полчаса, как урчал, находясь в ожидании вкусной еды и любимого напитка. «Это как-то не по-дружески». «Можем, не можем», — отмахнулся Лёха. «Надоело его ждать. Что у него там за дела такие важные могли нарисоваться? Уже битый час его нет и трубку не берёт. Может быть, он вообще не собирается праздновать новоселье? Кто его дурака знает?» «Как это не собирается?» — возмутился Миша. «Мы же заранее обо всём договорились». «Не, Лёха, ты мне на Саню тут бочки и не кати. Он нормальный мужик, у него всё, как говорится, по понятиям. Друзей никогда не бросит». «Да, может, передумал», — продолжал рассуждать Лёха. «Чёрт его знает. В общем, Миха, ждём ещё полчаса, и если Санёк так и не появится, то начинаем обмывать без него. У тебя вон уже желудок урчит. На всю кухню слышно. Я так-то... Я так-то тоже голодный, и ждать никого не нанимался. Да и в конце концов, пойло стынет. Сколько уже можно-то?» Высокоинтеллектуальный разговор двух мужчин прервал звук поворачивающегося ключа в двери. Миха и Лёха уже готовы были выбежать навстречу Сане, но когда увидели на пороге квартиры девочку лет тринадцати, поняли, что поторопились. Вернувшаяся со школы Полина не сразу поняла, что происходит. Ещё вчера в квартире всё было спокойно, а уже сегодня на кухне хозяйничали какие-то незнакомые мужики и кидали в её сторону недобрые взгляды. «Мама, у нас гости?» крикнула девочка, повесив куртку на вешалку. «Мама!» Услышав голос дочери, Ирина выбежала из комнаты и, схватив Полину за руку, сразу же уволокла её из коридора. Девочка очень сильно удивилась подобной реакции. В её глазах застыл немой вопрос. Полина ничего не понимала. «Что случилось?» спросила она. «Кто эти люди, которые сидят у нас на кухне?» «Это теперь наши соседи», вздохнула Ирина, которая не знала, как объяснить дочери, что произошло. «Какие соседи?» возмущённо воскликнула Полина. «Кто их вообще сюда пустил?» «Мы что, теперь должны жить под одной крышей с какими-то непонятными мужиками?» В голосе Полины прозвучали нотки страха, которые Ирина слышала настолько отчётливо, что готова была провалиться сквозь землю. Женщина во всём обвиняла себя, только сейчас она понимала, какой же была дурой, что все эти годы не работала и посвятила себя мужу, который поступил с ней как с последней скотиной, ещё и дочь подставил под раздачу. Ох, если бы она только знала, что всё так обернётся, никогда бы не позволила себе быть такой беспечной и доверчивой. Но было слишком поздно что-то менять. У Ирины за душой не было ни гроша, даже денег на съёмную комнату. Той небольшой суммы, которой она располагала, в лучшем случае хватило бы на пару месяцев пропитания, а ещё нужно было найти работу. Иначе как она будет обеспечивать себя и Полину? Но самое ужасное заключалось в том, что им и вправду придётся жить под одной крышей с этими отморозками, так как им просто некуда идти. «Прости меня, доченька, прости», причитала Ирина. «Это я во всём виновата, но я же не знала, что твой отец так поступит с нами. Я даже представить себе не могла». «Мама, при чём тут отец?» перебила её Полина. «Нужно что-то делать, мы же, наверное, можем снять себе какое-то жильё, ну хотя бы на первое время. Потом решим что-нибудь с квартирой, можно же как-то её разменять, но не жить же под одной крышей с посторонними людьми. Как я буду дома одна оставаться? Я же не смогу. Кто его знает, чего от них ожидать? Ты должна поговорить с отцом, мы не можем этого так оставить». «Да говорила я уже, говорила», вздохнула Ирина. «Если хочешь, можешь сама позвонить и поговорить. Даже интересно, что он тебе скажет, как объяснит свой поступок». «И поговорю», воскликнула Полина. «Обязательно поговорю, прямо сейчас ему позвоню». Геннадий Иванович ответил Полине примерно то же самое, что и её матери, только в чуть более мягком тоне. Бедная девочка была шокирована его равнодушием и жестокостью. Полина была очень умной и смышлённой и понимала, что оставаться в одной квартире с этими отморозками небезопасно. Она надеяла, что у отца взыграет совесть, умоляла его одуматься и выселить этих так называемых жильцов. Но всё это было совершенно бесполезно. Геннадий Иванович был абсолютно равнодушен к мольбам Полины. «А за такое прекрасное соседство скажи спасибо своей маме», и извительно прошипел он в трубку. «Зато вы теперь обе такие свободные и независимые. Она же этого хотела. Вопрос только в том, от чего? От сытости и безопасности? Если твоя мать хотела лишить вас обеих и покоя, и отдыха, то ей это удалось. Можешь поблагодарить её и живите с ней и вашими новыми соседями в мире и согласии». После этих слов Геннадий Иванович бросил трубку, даже не дослушав дочь. Но Полина не собиралась так просто сдаваться. «Нужно обратиться куда-нибудь», рассуждала она. «Я в школе обо всём расскажу. Буду трезвонить на каждом углу. Через пару дней все учителя и одноклассники будут знать историю о том, как мой папа подселил ко мне троих взрослых мужиков. «И что это даст?» Горько усмехнулась Ирина, которая не видела абсолютно никакого выхода из сложившейся ситуации. «Ты думаешь, что кому-нибудь будет это интересно? Наивная ты у меня ещё. Маленькая и наивная. Не надо никому ничего говорить. Одноклассники тебя засмеют, а учителя... Да какое им дело, кто как живёт? Думаешь, ты одна такая, у кого родители расходятся подобным образом?» В тот момент Ирина находилась в состоянии такого глубокого отчаяния, что ей казалось, ничто и никто ей не может помочь. Но помощь пришла оттуда, откуда она совершенно не ждала. Это случилось настолько внезапно, что сначала Ирина даже не поверила в то, что она спасена. Пресловутый Санёк, которого так ждали Миха и Лёха, оказался никем иным, как бывшим одноклассником Ирины. В своё время они учились в одной школе. И он был вполне приличным молодым человеком. Ирина знала, что он в неё влюблён, но не могла ответить ему взаимностью. Не так она была воспитана, чтобы со школьной скамьи крутить романы с парнями. Как показала жизнь, этот комплекс хорошей и правильной девочки вышел ей боком. Не была бы она такой, не оказалась бы в такой жуткой ситуации. Александр сразу же её узнал, а Ирина чуть было не потеряла дар речи, когда вышла на кухню, чтобы попросить мужиков вести себя потише и увидела его. Этот мужчина был совершенно не похож на того Саню, которого она видела последний раз много лет назад. И когда он только успел так опуститься, пронеслось у неё в голове. Но вслух Ирина этого естественно не сказала. Конфликт с бывшим одноклассником, с которым они по иронии судьбы были вынуждены делить Джилл площадь и его дружками, был ей совершенно ни к чему. Александр же сразу приструнил друзей и попросив их удалиться в свою комнату, пригласил Ирину присесть за стол, чтобы поговорить. «Сашка, я не могу поверить в то, что это ты», растерянно сказала она. «Как так получилось-то? Что случилось? Как ты вообще по жизни-то? Как Марфа Анатольевна?» Мать воспитывала Александра одна. Всю жизнь женщина посвятила единственному сыну, которому и должна была достаться квартира после ее смерти. Но судьба сыграла с женщиной злую шутку. Каково было Саше, который не смог поступить в институт и отправился служить в армию, по возвращению узнать, что квартиры больше нет, и матери тоже. Именно по этой причине Александр вернулся со службы раньше положенного срока. Кто-то же должен был похоронить мать. Марфа Анатольевна хотела сделать сыну подарок, купить квартиру побольше, чем та, что была у них с доплатой. И женщине было принципиально подписать на сына дарственную на новую жилплощадь сразу же после того, как он закончит службу в армии. Марфа Анатольевна была уверена в том, что в скором времени Александр создаст семью, ведь после армии мальчики так быстро взрослеют. Один год за десять, поэтому сразу же после того, как проводила сына, Марфа Анатольевна взялась решать квартирный вопрос и, как говорится, нарешала. Мошенники обманули бедную женщину и в результате она осталась и без денег, и без квартиры. Но переживала она вовсе не за себя, а за Сашеньку. Ночами и днями только и думала о том, что ему скажет, когда он вернется, расскажет, каких дел натворила. Сердце бедной женщины не выдержало и за несколько дней до того, как она должна была освободить жилплощадь, Марфа Анатольевна скончалась. Когда Александр вернулся из армии, попытался как-то вывести уродов на чистую воду, но ему так и не удалось ничего доказать. Мать похоронила, сам погрузился в глубочайшую депрессию. Александр считал себя виноватым в том, что случилось. Если бы он поступил в институт и был бы рядом с матерью, то ничего бы подобного не произошло. Так и жил, как бомж в перекати-поле, перебираясь из одной норы в другую, пока не встретил Ирину, которую так и любил все эти годы. Только ради нее взялся за ум. Хоть и с трудом, но смог найти приличную работу, чтобы снять отдельную квартиру для нее и Полины. «А твоего бывшего мужа я проучу», пообещал Александр. «Слово даю». И мужчина его сдержал. Когда спустя месяц Геннадий Иванович приехал в квартиру за деньгами, он увидел полный разгром. Вся мебель была покоцана, из дивана, который стоял в комнате квартирантов, торчали пружины, пол был липким и грязным, а обои ободраны. В квартире стоял жуткий запах, от прежних чистоты и порядка не осталось и следа. Геннадий Иванович, конечно, был в бешенстве. Звонил бывшей супруге, от которой пытался добиться хоть каких-нибудь объяснений, но все было бесполезно. «Ты же хотел мне жизнь испортить», усмехнула Сирина. «А получается, что испортил себе». Спустя некоторое время Геннадий Иванович отказался от своей доли в квартире. Мужчина понял, что ему это дешевле выйдет и по деньгам, и по энергозатратам. И даже начал платить алименты и общаться с дочерью. Ирина сначала была против, но так как Полина простила отца за все, что он сделал, не стала препятствовать их отношениям. Тем более, что к тому времени она приняла чувства Александра и ответила ему взаимностью. А он, в случае чего, если Геннадий Иванович вдруг снова изменится в худшую сторону, всегда мог дочь защитить. А через некоторое время и сам мужчина встретил новую спутницу жизни. На бывшую жену он не злился, а наоборот радовался ее счастью. Теперь и у него, и у нее были свои семьи. И единственное, что всегда будет их объединять, это дочь, которая, несмотря ни на что, очень любит своих родителей и нуждается в том, чтобы и отец, и мать принимали участие в ее жизни. Субтитры создавал DimaTorzok